Так, ну что, друзья, добрый вечер, добрый день, очень рады видеть всех, кто присутствует с нами сегодня физически в Берлине, в Reform Space Berlin, на презентации нового выпуска журнала «Экология и право», а также всех тех, кто присутствует с нами в онлайн-режиме. Меня зовут Ангелина Давыдова, я журналистка и главный редактор журнала как раз «Экология и право», новый выпуск которого мы сегодня представляем. Я начну с того, что скажу буквально пару слов о том, что это журнал, как давно он выходит и почему мы представляем его сегодня здесь в Берлине. Сразу отмечу, что наши коллеги привезли целый ряд выпусков, разных выпусков, то есть в зале вы можете найти и взять как раз последний выпуск, который называется «Экология на распытии», такой зелененький. Если бы вы его не нашли на студии, то можно взять либо на подоконнике, либо у Никиты, вот он как раз показывает. Кроме того, у нас есть также предыдущий выпуск журнала, посвященный Арктике, вот тоже его можно взять либо на балконе, либо у Никиты. И совсем первый выпуск после переиздания журнала, с момента начала, собственно говоря, полумасштабной войны в Украине, «Война и экология». Вот его тоже можно взять, найти и посмотреть. Соответственно, журнал «Экология и право» издается уже очень много лет. Он на протяжении, я бы сказала, больше 10 лет, как мне кажется, в российском контексте был такой очень важной площадкой, где экологи общались друг с другом, издавали что-то новое, где авторы журнала, среди которых были и есть и журналисты, и экологи, и эксперты, пытались анализировать, а что происходит в области экологии, в области климата, в области активизма и всех этих тем в России, чуть-чуть в мире, да, вот смотря на те и другие тенденции. В общем-то, за все время у журнала было очень много разных редакторов. Я, если не ошибаюсь, редактор журнала с 14-го года, но я могу ошибаться, мне кажется, с 14-го. Никита может меня поправить. Вот, и, соответственно, с тех пор, как я стала редактором, я пыталась сделать его таким более живым, более вовлеченным, и в том числе пересекаться в новом, как раз этим новым, молодым экологическим движением, которое в России в последние годы возникало, развивалось. И, в общем-то, многие из вас, те лица, которые я вижу, как раз были активными участниками и участницами этого движения. И понятно, что буквально до февраля 22-го, наверное, можно сказать, что экологическое движение в России интересный период переживало. Появлялось много инициатив, появлялось много нового движения, много тем, большое количество людей вовлекалось в экологические темы на разном уровне. И хотя были и репрессии, было и давление, и экологов, соответственно, преследовали разными способами. Об этом у нас, как раз, один из спикеров из экологокризисной группы, Виталий Серветник, расскажет чуть позже о том, что сейчас происходит, и как экологи выживают в таких условиях. Вот. Но, тем не менее, были вот эти, ну, можно сказать, почему-то позитивные тенденции. Ну, понятно, февраль 22-го, полномасштабная война, очень большие преобразования в стране на самом разном уровне, начиная от того, что количество репрессий прямых-непрямых увеличилось за любое критическое высказывание, продолжая тем, что большое количество критически думающих людей покинули в страну, среди них были экологические эксперты, активисты и журналисты, и, в общем-то, весь, как бы, экологический сектор, общественный экологический сектор, стал находиться в такой, как бы, ситуации перетрубации, наверное, можно сказать. И мы, авторы журнала, коллеги, группа экспертов, в общем-то, мы все люди, зеленые в душе, так или иначе продолжаем общаться друг с другом, пытаемся понять и проанализировать, а что же происходит в экологическом движении. Мы еще говорим о российском экологическом движении, хотя очень большая часть этого движения сейчас находится не в России. И вот тема этого выпуска, это как раз, ну, как мы его назвали «Экологи на распутье», ну, неформальное его название «Уехавшие и оставшиеся экологи», то есть что происходит, что происходит с теми, кто уехал и пытается какие-то другие экологические инициативы где-то еще развивать, что происходит с теми, кто остался в России, вообще, какие инициативы продолжаются, какие протесты продолжаются вообще, какая у нас есть об этом статистика, что мы об этом знаем, как обе группы общаются друг с другом, как вообще оптимально общаться и помогать друг другу в текущих условиях. Вот, и вот как раз о всех этих темах мы сегодня поговорим. У нас очень много замечательных авторов в этом журнале. Двое присутствуют сегодня в реальном формате. Мария Туровец, журналистка-исследовательница, изначально из Волгограда. Беглый балалайшик. Сейчас, соответственно, живет в Германии. И, соответственно, Виталий, представляющий эколого-кризисную группу. Виталий в разных местах пожил в этом мире. Сейчас тоже живет в Европе. И, соответственно, вот те, кто с вами присутствуют в реальном формате. С вами в онлайн-формате присутствует Александр Никитин, которого мы скоро, наверное, увидим. Александр представляет как раз экологическое движение Биллона. И Александр попробует нам дать более историческую перспективу, рассказать, как ему кажется, что происходило в экологическом движении на протяжении многих десятков лет. И как происходящее, текущее видится в этой перспективе. Ну вот. Значит, у нас есть договоренность приблизительно каждому 10-12 минут. Будут задать вопросы. Соответственно, вы делитесь вашими впечатлениями, вашими мыслями. После этого мы перейдем с вами в формат такой уже более какой-то живой дискуссии, обсуждения. Надеюсь, что будет интересно, полезно и... Ой, привет, проходи. Интересно, полезно, увлекательно и, в общем-то, послужит какому-то дальнейшему и тоже более серьезному, более, ну, какой-то такой дружественно-кооперационной совместной работе между теми, опять-таки, кто уехал и теми, кто остался. Так, мой первый вопрос Марии адресован. Мария, ты человек, который в разных форматах, с разными организациями, так скажем, ты помянешь на некоторые из них, работаешь над тем, чтобы, во-первых, статистику собирать, где какие экологические протесты в России до сих пор идут, по каким они идут темам и почему они до сих пор продолжаются. Вот, я вижу, что ты даже эту карту подготовила, да? Да. Да, вот расскажи нам об этом, вообще, что происходит, почему экология остается до сих пор одной из тем, по которой, как ни странно, в текущей ситуации до сих пор сохраняются в протестном движении. Потому что у нее нет другого выхода. Городозащитные движения, точнее, экозащитные движения, природозащитные, это такие насущные и, можно сказать, близкие к народу, близкие к населению вещи. Которые составляют, мне кажется, суть и кровь настоящей политики, которая именно мобилизует, в хорошем смысле мобилизует, для политического действия людей. По каким темам сейчас идут протесты? В принципе, ничего особенного, по каким и всегда. Противодействие проектам по разработке, градозащита, экозащита, защита каких-то территорий, насаждений, каких-то важных для населения мест. Ну и противостояние проектам строительства полигонов. Вот, наверное, так. Мусорных полигонов, да? Да, мусорных полигонов. Если очень в общем, очень в целом, можно выделить такие вещи. Но прекрасный проект «Активатика», он собирает статистику по социальным движениям и подсчитывает их. И я, основываясь на этих цифрах, проделала довольно серьезную работу. Дело в том, что в «Активатике» ее прекрасные редактора просто считают количество акций, и в акции, ну, записывают, как правило, все, что называют акциями. Я решила подойти, ну, можно сказать, с научной точки зрения, и, во-первых, заняться тем, что мы называем социальными движениями. Движение, во-первых, это то, что движется, это то, что может двигать большие массы народа, ну, относительно в наших большие, может выдвигать какие-то политические требования. И люди, участники соразделяют одни ценности. Я основываюсь на определении Донателлы де Лапорта, такой классической исследовательницы социальных движений. Что тогда мы можем считать акциями? Я немножечко переопределила то, что называют экологическими акциями коллеги. Дело в том, что когда «Активатика» у нее много таких обзорных интересных статей, но туда часто попадают в подсчет этих движений. Одиночные пикеты, фотофлэш-мобы, иногда вещи, которые немного сомнительны в организации. Я решила на основе литературы по социальным движениям определить, как экологические акции, такие протесты, протесты, акции, где есть единство времени, действия и, да, собственно, требований. Да, и место, когда люди собираются в одном месте в количестве больше одного и выдвигают политические требования. Я посчитала количество акций, всех экологических акций за 2023 год, количество участников. И вот сейчас вы можете увидеть карту, где представлена совокупная численность за участников экологических акций за 2023 год. Соответственно, чем темнее, тем больше, правильно я понимаю? Да, само собой, само собой. Это у нас Башкортостан? Это у нас Башкортостан. И средний тут, насколько я помню, это 544 всего за год участника акций. Я посчитала, мне показалось, что так будет правильнее посчитать количество акций, вот насколько население экологически активно. Потому что если какая-то совершенно маленькая группа без поддержки местного населения проводит там 100 акций за год, то на совокупной численности это не слишком отразится. В какой-то самый топ такая группа не выведет свой регион. Но когда набираются один или несколько митингов с тысячами участников, тогда, конечно, вот мы видим зеленые и темные зеленые регионы. Да, больше всего за прошедший год был самым экологически активным регионом стал Башкортостан. Почему? Да, тоже такая аксиома политическая, аксиома исследования социальных движений. Не столько экологические проблемы определяют активность населения, сколько возможности реализации своих требований, возможности поиска союзников, возможности какой-то массовой мобилизации, возможности, в принципе, ну я бы назвала это социальным капиталом. Когда люди друг с другом знакомы и друг другу доверяют и готовы друг за другом вписаться. А на Новой Земле что происходило? Ну, это часть Архангельской области. В Архангельской области, кстати, дело Шиеса не продолжает жить. Там тоже митинг довольно многочисленный был против мусорного полигона. То есть, да, о чем я говорила. Вот эти социальные сети и возможность рассказать о своей акции, поддержка СМИ, поддержка местных сообществ, поддержка каких-то политических акторов. Вот, скорее, это определяет то, насколько многочисленными будут митинги в случае экологических проблем. И, да, здесь, на этой карте, такой самый промежуточный цвет, это 544 участника экологических акций за год. Да, с этим в России, как видите, трудно. За редким исключением, которое умещается, пожалуй, в топ-15. Можно показать следующий? Вот эти топ-15 регионов, где больше всего было... Видно, что написано? Башкортостан, Москва, Московская область, Курская, Санкт-Петербург, Свердловская, Ленинградская область, Дагестан. Дагестан? Да. Дагест... О, вот, спасибо. Дагестан, Белгородская, Алтайский край, Архангельская, Челябинская, Татарстан, Новосибирская и Краснодарский край. Ну, в Башкортостане, вы, я думаю, многие знаете. Там очень многочисленное, очень серьезное движение против золотодобычи, которое теперь столкнулось с репрессиями. И одно движение порождает другое. Об этом я много писала в этом выпуске журнала. В статьях, в двух статьях. У Марии там две статьи. Да. Ну, Москва, Москва во многом держится в лидерах за счет так называемой «Новой Москвы». Собственно, скорее всего, одной из целей присоединения этих новых территорий в Москве был захват ООКТЭ, судя по тому, что мы имеем. Захват чего? Природохранных территорий. А, ООКТЭ, природохранных территорий. Да, и серьезную часть численностей Москвы делают защитники Кровецкого леса. Так, Московская область. Там много локальных движений, которые по чуть-чуть, но не по 10 человек, а больше, собирают свои акции. Ну, и среди них выделяется движение против строительства дублером КАД. И в Курской области, вот это интересно, там всего несколько акций. И самое многочисленное – это была стихийная акция против строительства мячного завода. Вот здесь интересный случай, потому что после того, как эта стихийная акция собралась, там почти сразу, чуть ли не в течение недели, местные власти пошли на Попятную и отменили поправки в городозащитные, точнее, поправки в местные законы, которые, в принципе, могли благоприятствовать строительству этого мячного завода. И требования населения выполнили. Ну, пару слов, наверное, о том, как изменила война, экологические движения. Не слишком изменила. Конечно, очень многие те, кто и политики, и правозащитники, и экологи были вынуждены уехать, и это отрывает их, конечно, от самих движений, от такой реальной политики. И так как политика – это политика, и она безнравственна, часто, ну, не статистически значимо часто, но время от времени активисты апеллируют к российским военным и российские военные время от времени. Ну, пока это еще было возможно, записывали обращения в поддержку экологических движений. И еще можно отметить, конечно, очень серьезное давление на возможность саму каких-то массовых акций, поэтому теперь одной разновидностью таких акций стали протестные субботники. Это тоже такая интересная примета времени, потому что для субботника не требуется согласование. Понятно. Мария, спасибо. Ну что, мы тогда, наверное, будем двигаться дальше потихонечку. Верник представляет эколого-кризисную группу. Группа, с одной стороны, мониторит все то давление, репрессии, преследования как раз экологических активистов в связи с экологическим активизмом или в связи с антивоенным активизмом. Но сегодня нам Виталий, насколько я понимаю, хочет сказать как раз про историю того, как выживает российское экологическое движение в таких условиях. Вот есть у тебя тезисы? Давай. Попробуем, да, только нужно оговориться, что я все-таки тут не автор. А эксперт. Я присутствую в журнале, я ничего туда сам не написал. Да, Виталий ничего не написал, потому что... Да, Виталий времени, как понятно. Но он эксперт в очень многих статьях. Да, ну в смысле просто как бы обозначить, как бы не брать чужие заслуги на себя, как бы я там ничего туда не написал. Вот, я хотел сказать буквально пару тезисов о том, как экологическое движение продолжает существовать. И, наверное, мы ведем, я так понимаю, что все-таки отчет под собственным 24 февраля 2022 года. И, наверное, первое, что нужно сказать, это то, что экологическое сообщество не промолчало в ситуации вторжения. И в самые первые, в том числе, дни начало высказываться разные организации, делали разные заявления, и как сообщество тоже было. По мне, несколько петиций таких профессиональных, где экологическое сообщество высказывалось. Понятно, что потом, через какое-то время, ввели разные тензорные законы и часть организации свои заявления удалили, например, желая продолжать работать в России и опасаясь преследованием. Но некое как бы высказывание не было. Там, конечно, тоже есть некие нюансы. Можно говорить, что там в инициативном, группах, в некоторых, там был какой-то раскол по разной позиции у низовых активистов могли быть. Но, скажем так, профессиональное сообщество, экспертное сообщество, сообщество некоммерческих организаций, организованное такое, как гражданское общество, институционализированное, оно, как мне кажется, довольно четко свою позицию высказало. Ну и это было, в общем, как бы, важный такой, как бы, тоже институциональный ответ на те события. Значит, следом стоит сказать, что экологическое сообщество, ну, опять же, оно очень разное, можно отдельную, наверное, французскую, отдельный разговор сделать, про то, какое вообще экологическое, что входит в российское экологическое сообщество и прочее. Но, в общем, как бы, мы оставим на какой-нибудь другой разговор. Вот. Я бы сказал, что, как бы, экологическое сообщество или его части в разных степенях, в разных формах, в степенях сопротивлялось, продолжают сопротивляться, в том числе в войне, да, значит, и сопротивляться как внутри, так и снаружи. Если мы говорим про внутри, то мы, да, как вот Гелина сказала, экологик-кризисная группа занимается уже несколько лет мониторингом давления на экологических активистов, мы как раз в какой-то момент поняли, что увеличивается давление на экологических активистов, на низовых, особенно, экологических активистов, и стали вести статистику, чтобы понимать, ну, как бы, обладать неким средством того, что крыс ходит. Вот. И, значит, с вторжением приятным стал вопрос, считаем ли мы войну тоже антиэкологической деятельностью, и вообще как вот. Просто видели, что целый ряд коллег также поступали против войны, например, да, но мы решили вести отдельный мониторинг, то есть у нас Гелина, опять же, сказала, что мы мониторим экологических активистов и антивоенных, но антивоенных в том смысле, что мы отслеживаем экологических активистов, которых преследуют за их антивоенные высказывания. То есть мы не всех антивоенных активистов отслеживаем, все-таки наш как бы фокус на именно экологических активистах. Вот. И мы стали вести отдельный список экологических активистов, которые пострадали, преследовались за их антивоенные высказывания или действия. И такие более 70 активистов, которые пострадали. Потому что мы знаем, что есть те, кто тоже выходили или писали, или продолжают писать, но при этом пока что еще не пострадали. Но мы все-таки отслеживаем именно тех, и для нас мы видим тех, кого преследуют. А также стоит сказать, что сопротивляются те, то экологическое сообщество, которое уехало из России, тоже в разных формах. Существует, например, рабочая группа, причем, мне кажется, в настоящее время уникальная рабочая группа Украина, Белорусско-Российских экспертов, которые отслеживают последствия войны для окружающей среды. Ну, в общем, да, есть такая группа, я не знаю, как коротко, какая аббревиатура по-русски? Увек, но по-русски особенно это называется, по-английски аббревиатура Ukraine War Environmental Consequences Work Group. Я там тоже член, поэтому, да. Да, в общем, собственно, как бы есть видимая часть этого сопротивления, да, в некоторой степени вот как бы мониторинга, фиксации на нарушениях, в том числе экологических, которые происходят в территории Украины. Значит, и также есть, как бы в этой работе участвуют российские эксперты, эксперты, которые находятся, продолжают, например, быть в России, которые не могут открыто, например, в этом участвовать, да, или говорить о войне, осуждать ее, потому что они считают важным, там, или не могут уехать, или считают важным продолжать работу в России какую-то, значит, и при этом каким-то образом помогать в анализе, в оценках того, что происходит на территории Украины. Например, да, то есть вот такая работа происходит. Также есть ряд коллег, которые, там, занимаются адвокацией по поводу санкций, там, санкции, например, против Росатома, которые до сих пор не под санкциями, да, и, в общем, как бы целый, целый ряд, также организаций активистов, которые вне России, ну, в той или иной форме сопротивляются, сопротивляются войне, агрессии России, или поддерживают тех активистов, которые находятся в России, и сопротивляются режимы внутри России. Вот, значит, дальше, наверное, стоит сказать, что, ну, значит, я согласен с тем, что, в принципе, вторжение не то, чтобы сильно изменило экологическое движение, ну, в какой-то степени изменило, конечно, да, но во многом, там, экологические протесты, например, да, если мы говорим про протесты, да, наверное, протесты как были, так они продолжили, все-таки экспертное сообщество, то, которое решило остаться, работать в России, ну, многие из них работали еще в Советском Союзе и понимают тоже, в принципе, как бы больше, чем многие из нас здесь присутствующих, в том числе по возрасту туда, как работать в несвободных условиях, и понимают, значит, что, если они хотят продолжать делать то, что для них важно, значит, да, нужно в какой-то степени цензурировать свою публичную какую-то активность, да, при этом они оказывают довольно большое количество разной консультативной поддержки, экспертной поддержки, тем самым незавимым активистов, которые, собственно, выходят и видим, и про которых, вот, например, мы говорим и видим их в публичном пространстве. Да, то есть в какой-то степени откорректировали свою деятельность, вот, но низовые в этом смысле активисты, которые присутствуют, ну, как бы, не сильно изменили. Ну, здесь действительно важно, наверное, сказать про, может, природу этого, да, в том числе, как бы, этого именно экологического активиста, потому что он разный, ну, там, потому что, там, например, условно, те, кто разделяет мусор, тоже некоторые считают экологическими активистами, ну, или, там, те, кто, грубо говоря, ну, вот, наверное, как раз в разрезе политического, наверное, да, те, кто, в том числе и готовы рисковать, рисковать чем-то, да, для достижения своих каких-то политических целей или своих требований, например, да, вот, скорее, я бы так очертил, наверное, какую-то катерию активизма экологического в том числе. Вот, и, значит, в этом смысле, в этом смысле, значит, и протесты продолжились в разных формах, значит, и также мы отдельно отмечу, фиксировали и победы экологических разных движений, и движения в более широком смысле, вот, например, за 22-й год мы насчитали около 50-ти экологических побед в течение 22-го года, ну, в основном, конечно, они локальные, региональные победы, но была, например, остановка инициативы по очередному витку ослабления экологической экспертизы, а это один из главных инструментов остановки опасных проектов, да, для экологического сообщества, там, в общем, было такое летнее, летом, весной-летом 22-го года попытка, потом, понятно, что снова, значит, была очередная попытка осенью, и там, значит, снова ослабили инструменты экспертизы, но был момент, в общем, когда экологическое сообщество, там, собственно, в первые месяцы войны выступило против этих заменений, и Комитет Госдумы по экологии отказался от этих поправок, да, то есть, в принципе, вот в тот момент какие-то, скажем, там, национального уровня угрозы тоже возможно было остановить, вот, и также мы вот сейчас заканчиваем, наверное, 5 июня опубликуем к нему повода, данные по поводу победам в 23-м году, могу сказать, что как минимум было не меньше, вот, то есть, в принципе, экологическое сообщество продолжает не только сопротивляться, бороться, но и добиваться успехов в той или иной степени, не буду препарировать, какие победы возможны, какие невозможны, может быть, в какой-то момент, там, или после, или вопросов, про это поговорим. И так, буквально, минуточку, да, еще осталось? Хорошо, тогда я бы сказал, что про такую вещь, как гражданизация экологического активизма, так, наверное, я бы сказал, да, потому что мы тоже говорим, что экологический активизм превращает, довольно часто превращает жителей в граждан. Очень часто люди не задумываются, собственно, ни о никакой политической, ни о какой-то еще повестке, которые их окружают, живут своей обычной жизнью, но когда к ним приходит проблема, там, касаемая, как раз, почему, как раз вопросу о том, почему экологический активизм продолжается, потому что часто активисты, как раз, которые выходят на протесты, говорят, ну, как бы, мне не очень страшен штраф или задержание, потому что, как бы, если мне нечем дышать, или если, там, у моих детей, как бы, будет нездоровая окружающая среда, например, да, это угрожает безопасности, здоровью, жизни, значит, и, соответственно, как бы, ну, люди переоценивают риски, в том числе из-за удержания или штрафа, и тогда, соответственно, они готовы идти на большие риски, чем те, кто, ну, готовы были подписать петицию или разделить мусор, условно говоря, да, вот, и в этом смысле, значит, как бы, и тут еще есть некий, то есть, как бы, вот, и люди, как бы, начинают защищать свои экологические права, сталкиваются с системой, которая не отвечает на их запросы, игнорирует их, или даже делает как-то, как бы, идет против их интересов, и, соответственно, люди задаются неким вопросом, а что это за система такая, да, и начинают задавать какие-то другие, более общеполитические вопросы, вот, и в этом смысле мы даже видим эту ситуацию как некий такой вин-вин, немножечко, да, в том смысле, что если люди видят сопротивление властей, и не удается стоять свои права, они задаются вопросом, что не так с системой, да, и начинают задавать более общие вопросы. Если уже у людей получается свою территорию защитить, например, да, тогда у них появляется опыт успеха, опыт коллективного взаимодействия, и тогда они задаются вопросом уже другим, может быть, мы еще что-то можем делать вместе. И тоже в этом смысле, ну, вот, как бы не этой карты, у нас там, мы делали свою карту, мы также отфиксировали, да, совсем последняя фраза закругляюсь, отфиксировали, например, связь, ну, опять же, мы не про все протесты говорим, а именно про давление за экологическую деятельность, например, да, у нас в Топе тоже Архангельск, например, и Коми, понятно, что это последствия, последствия Шиес во многом, это, в принципе, северные регионы тоже довольно политически активно, но, например, количество давления на экоактивистов по военным, антивоенным статьям, тоже Архангельск, например, у нас в Топе, да, вот, и в этом смысле, ну, понятно, что, как бы, но тем не менее взаимосвязь некой экологического активизма и преследования за экологический активизм и преследования за антивоенные высказывания на некоторых регионах, по крайней мере, мы фиксируем. Тогда я на этом, наверное, остановлюсь, а про какие-то, может быть, оценки про будущее, может быть, мы когда-нибудь... Да, мы можем в дискуссию перенести. Ну что, тогда сейчас призываю Александра Никитина, представляющего его правовой Центр Билона, рассказать о том, как ему видится происходящее в российском экологическом движении, в том числе с исторической перспективы. Александр, у нас уже много десятков лет в этом движении. Александр, вы какие-то ваши мысли вложили как раз в вашей статье в этом журнале, но, может быть, что вы хотели озвучить сейчас? То есть какие тенденции, происходящие в российском экологическом движении, вам сейчас кажутся наиболее важными? Добрый день, уважаемые коллеги. Я не знаю, читали ли вы ту статью, которую я написал. Она в этом журнале последняя. Но редакторы-то читали, потому что, когда я написал эту статью, у меня с редакторами даже были дебаты. Они начали эту статью править в сторону смягчения. И в какой-то момент я сказал, значит, если еще одно исправление, я статью убираю вообще. Потому что невозможно говорить, что у нас все хорошо, такой активизм, вот мы тут такие, когда идет война, когда происходит то, что происходит, когда задаешь вопрос, а где наши экологи и чем они занимаются, и ты на этот вопрос не получаешь вразумительного ответа, или получаешь ответ, что мы экологи и занимаемся экологией. Все остальное нас мало интересует. И для меня лично, да, хотя и уже 30 лет проработал в экологическом объединении Белона, вот такие ответы, они неприемлемы. А потом, когда начинаешь смотреть там более подробно на то, что осталось от этого экодвижения, которое мы с Алексеем Владимировичем Яблоковым и другими коллегами все эти десятки лет пытались как-то выстроить и что-то сделать, когда начинаешь смотреть, где это все, и ты понимаешь, что ничего нету. Просто ничего нету. Какие-то отдельные активизм, какой-то отдельный активизм за свою мусорку, которая у тебя у дома. И на этом все. Вот все, что мы видим сегодня. Из России ушел Greenpeace, из России ушел БВФ, из России ушли организации, сильные организации, которые были на Востоке, из России ушла Белона, и все, что делали вот эти монстры, экологические, это все остановилось. Остались люди, которые были в Барсоэсе. Когда посмотришь на сайт РСС или на переписку с сайта РСС, то становится грустно. Просто грустно, обидно, и уже даже не удивляешься. Потому что лозунг такой, мы экологи, и все остальное нас не касается. И это страшно, я вам хочу сказать. Это просто страшно, потому что, когда мы видим группу экологов, так называемых, тут Мария Туровец, тут их нам представляла, которая взаимодействует с военными, воюющими в Украине, с военными, которые убивают, грабят, которые ставят мины и уничтожают все вокруг, а экологи взаимодействуют. Они решили, они нашли себе партнеров, и они решили решать свои экологические проблемы, потому что они экологи. Я не знаю, как вы на это смотрите, но для меня это смотреть вообще невыносимо. И прочитайте, пожалуйста, статью, то, что я написал. Там я очень мягко написал. Но я, знаете, вот когда мне говорят, что у нас там 50 экологических побед или у нас там 5 преследуемых экологистов в 10 миллионах в Санкт-Петербурге, вы поймите, это вообще ничего, это вообще никто. Я как-то посмотрел вот на то, как экологи соотносятся, например, там с правозащитниками или с журналистами или даже с учеными или с теми, кто покинул Россию и что-то пытается делать для этой страны. К сожалению, экологов не слышно, не видно. Или, как я написал в своей статье, у нас такие мечтатели. Давайте мы организуем сейчас взаимодействие экологов, которые в России и западных каких-то групп для того, чтобы вот они между собой взаимодействовали. Взаимодействовали о чем? Про что взаимодействовали? Надо нам, как пишут они, надо нам, значит, нарабатывать различные предложения для того, чтобы, когда придет время, то мы эти предложения кому-то положили на стол. Какое время? Время через сколько? Через 10, 15, 20 лет вы собираетесь сейчас нарабатывать для того, чтобы положить на стол? О чем вы говорите? Я не хочу сейчас рассказывать по поводу того, как организовывалось экологическое сообщество, как это все двигалось, поскольку, хотя был, как говорится, не только свидетелем, а участником этого всего в России, но когда я смотрю на то, как мы это делали и что мы сделали, и особенно на то, что мы получили, то у меня возникает желание, вернее, не желание, а возникает ощущение, что лучше бы я этого не делал. Мы делали это для страны, которая сейчас убивает другую страну, которая убивает других экологов и разрушает, которая разоряет, и мы радостно, значит, говорим о тех, которые там в этой стране. Я получил тут недавно, вчера, буквально позавчера, отзыв на свою статью от одного известного многим сидящим в зале человека из России, который пишет, надо вникнуть в нашу ситуацию, вот в нашу ситуацию надо вникнуть и поэтому, значит, вот мы живем так, как мы живем. И мы занимаемся экологией, потому что мы экологи. Извините за то, что может быть достаточно тяжелый такой мой спич, но я, честно говоря, не понимаю, когда, значит, экологи взаимодействуют с той властью, которая преступна сама по себе. Вот она сама по себе преступна, да, фашистующая, и вы с ней взаимодействуете для того, чтобы убрать какую-то мусорку или еще чего-нибудь. Ну, как можно так жить? Вот, что внутри? Я понимаю, что произошел разлом людей в России, и что среда окрашивает человека, но человеком мы должны оставаться в любой ситуации. И мне очень грустно, что экологи вот оказались в такой ситуации, которая для меня в принципе неприемлема. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. А остальное, если вам интересно, почитайте, что написано в статье. Спасибо. Спасибо. Озвучить еще несколько тем, которые на журнале присутствуют, может быть, для того, чтобы дать небольшую такую почву для нашей дальнейшей дискуссии, ваших высказываний, вопросов, мнений. Хочу сказать, что вот мы большую часть нашей сегодняшней презентации посвятили вопросами того, что происходит в России с природоохранным и экологическим движением. Хорошо это, плохо ли это, успешно ли это, неуспешно ли это, какое-то имеет значение. Но в журнале есть, например, такие темы, которые рассказывают о том, а что российские активисты и эксперты, уехавшие в другие страны, делают там. Например, какие они экологические инициативы там запускают. У нас есть несколько примеров, в том числе из балканских стран, из стран из Грузии, Армении, Грузии, Армении, Черногории, Сербии. Да, вот про эти страны у нас, например, и Болгария тоже. Вот про это пишут наши авторы. Еще одна важная тема, это такой анализ того, что в российском экологическом законодательстве произошло сначала соответственно вторжение в Украину, какие основные тренды. Вот как бы у нас тоже один из авторов этот анализ предлагает. Один из авторов, также у нас сразу скажу, что некоторые авторы под свиданием вам написали, потому что они либо находятся в России, либо иногда возвращаются в Россию на какое-то время, поэтому некоторые имена не настоящие наших авторов. Вот, еще один автор показал публикацию, которая говорит как раз о том, как уехавшим экологам эффективно сотрудничать с оставшимися, в чем мы можем друг другу помогать, какие форматы сотрудничества наиболее эффективны и вообще, что сейчас можно делать. Вот, как бы такой, свои мысли, такой краткий инструктаж, что уже будет интересно поделать, давайте понятие, что вы про это думаете. Татьяна Ланшина, видный российский независимый эксперт в области возобновляемой энергетики, подготовила для нас такой большой обзор того, что в России с начала войны в области возобновляемой энергетики происходит, и в частности, уехали или не уехали куда-то российские эксперты в области «Вия зеленой энергии». Вот тоже очень интересно. Наконец, очень важная статья для нас подготовила украинская журналистка из Киева Виктория Бубарева. Виктория как раз тоже член вот той самой группы, которая занимается мониторингом экологических последствий войны. И Виктория, что как бы крайне ценно, написала для нас о том, а что же в украинском природоохранном движении происходит с начала войны. Вот, если как бы убрать именно компонентную составляющую, есть ли еще экологическое движение в Украине, чисто экологическое, и с какими вопросами, какими темами она сейчас занимается. Вот. Ну, наверное, мне кажется, мы сейчас с нашей стороны берем паузу, хотим послушать вас, хотим услышать ваши вопросы, комментарии. Так, если с места, ну, какой-то микрофон для того, чтобы все слышали, как нам это выстроить? Ну, все слышат, что вышло на запись, я могу попередавать вот тот вот. Может, тогда эту другу будем передавать, да, когда-нибудь. Давайте, давайте, как в группу паузской поддержки. Да, давайте. Говорящий держит микрофон. Вот. И если можно, говорите, кому вопрос адресуется, или... Да, у меня как раз очень такие конкретные вопросы. Во-первых, мне хотелось бы услышать ответ Виталия на то, что сейчас сказал Александр, потому что он обращался в том числе к Российскому социально-экологическому союзу, вот, и как человек причастный к этой организации. Вот мне хотелось узнать, какие есть аргументы у тебя, Виталий, вот, чтобы ответить Александру. А второй вопрос у меня как раз к Александру. Я, в принципе, согласен, да, что это такое очень сложно сейчас принять, что вот с этой преступной властью еще кто-то пытается что-то делать. Вот. Но у меня вопрос. А 10 лет назад, а 15 лет назад эта власть не была преступной? И как бы все равно пытались взаимодействовать, да, с этой властью. Понятно, что сейчас уже такая вот такая точка невозврата, может быть, наступила, потому что понятно, что идет горячая фаза войны, но, честно говоря, закон об иностранных агентах появился в 2012 году, закон о нежелательных организациях в 2015 году. Вот. Как бы сначала это не касалось экологических объединений, потом это стало касаться экологических объединений. То есть, на самом деле, вот, может быть, тогда вообще не стоило никогда взаимодействовать, ну, вот, то, что вы сказали, да, вот, но я так не думаю, что не стоило взаимодействовать. Вот. Думаю, что все-таки что-то хорошее удалось сделать. Да, сейчас это все обнулилось. Ну, вот такой вопрос. Спасибо. Так, давайте, наверное, мы можем пока сразу отвечать, я думаю, у нас... Так, давайте экспертом. Да, а, тогда экспертом нужен, да, окей. Спасибо. так, просто держу так, да, чтобы ничего лишнего... Ага, хорошо. Так, ну, прямо отреагировать на все, что сказал Александр, сложно, там довольно много, и в статье, в принципе, тоже много написано. Я бы сказал, что, ну, как бы, мне картина того, что происходит в России выглядит, как бы, кажется несколько иной, я про нее рассказал. Мы работаем, продолжаем работать довольно плотно с теми, кто находится в России и с теми, кто находится не в России. Мы видим довольно большое количество работы, которое направлено непосредственно на охрану окружающей среды, также направлено на антивоенные действия или поддержку, например, каких-то коллег, или на что-то, в том числе экологические действия, какие-то протестные действия особенно, которые, как людям кажется и мне кажется, в какой-то степени приближают, там, не знаю, гражданизацию, развитие гражданского общества, которое, соответственно, может тоже противостоять войне и вообще режиму, например, да, то есть, как бы, с этой точки зрения понятно, что, как бы, я тоже не считаю, что, там, не только раздельный сбор не решает проблему экологического кризиса глобального, да, но и там уборка конкретно конкретной помойки, например, да, но защита своих территорий, скажем, как бы, экссайзинг, да, упражнения в защите своих прав, например, да, приводят к некой политизации, соответственно, как бы, вопросам к режиму, вопросам к тому, какую политику режим ведет, то есть, это, в принципе, часть этого процесса. Также я и вижу экспертов, или знаю, по крайней мере, я не знаю, насколько, ну, в общем, короче, безоценочно с той стороны, но просто я знаю людей, которые тратят свое время, в том числе публично об этом не говоря, тратят свое время на, вот, поддержку, например, рабочая группа последствиям войны в Украине, например, да, или какие-то еще вещи, допустим, то есть, я просто вижу эту работу, и, наверное, нам бы всем хотелось, чтобы экологическое движение было какое-то суперсильное, большое, и одним махом могло останавливать не только опасный антиэкологический проект, но и, в принципе, весь режим, но, к сожалению, как бы, скажем так, чтобы тоже никому ничего не предъявить, мне кажется, что экологические группы, которые фокусировались на глобальных экологических проблемах, например, да, там изменение климата или разнообразие в 90-е точные годы, не очень выстраивало отношения с тем самым населением, например, да, и гражданами, которых волновали другие проблемы, вот, собственно, как бы, локальные проблемы, да, и не выстраивание этих отношений, например, привело к некому разрыву, это вообще как бы, ну, отдельный, может быть, большой разговор, да, разрыву, скажем, профессионального экологического сообщества, да, вот, как бы, из некоммерческих организаций, НКОшного, и низового, который сейчас растет само по себе, действительно, без какого-то там, ну, или с какой-то поддержкой, но без, в общем, тех, кто мог бы выстроить с ними отношения в предыдущие годы, когда такая коммуникация с собственными согражданами была возможна, например, да, то есть, в этом, конечно, я вижу проблему, проблема в том, что экологический активизм, в принципе, и в предыдущие, там, с 2000-х годов был деполитизирован, например, действительно, довольно большая проблема, потому что, решая свои глобальные экологические проблемы, мы не говорили о политизации, что проблема не только в том, что нужно разложить на четыре фракции, но в том числе и, как бы, кто обладает ресурсами, кто получает прибыль от эксплуатации ресурсов, например, да, и прочие разные вещи. Мы пытались об этом, какая экономическая система для политической, наиболее благоприятная для окружающей среды, например, да, вот, ну, то есть, как бы, действительно, как бы, это во многом упущено, и как раз сейчас, мне кажется, вот, как бы, рост именно вот этих вот низовых движений и активистов, которые защищают именно свои экологические права, я бы прям сказал, что происходит сейчас некая смена такого, как бы, не знаю, хипстерского экологического активизма, да, или такого, как бы, филантропического, например, да, когда мы там защищаем мишку на тающей льдинке, потому что там его жалко, да, он сменяется таким, как бы, экологическим активизмом, который более характерен, например, глобального юга, где люди защищают свои права, защищают свои территории, да, и для них, собственно, как бы, штраф не так страшен, например, да, там можно и свободой, и жизнью рисковать, потому что это вопрос твоего места обитания, например, да, и с таким активизмом, конечно, ну, как бы, власть должна как-то по-другому относиться, где-то давят, где-то идут на уступки, но это, собственно, вот, мне кажется, тот гражданский низовый активизм, который растет и действительно может дать довольно большие плоды, мы тоже видим, например, ну, потому что, как бы, если мы говорим, понятно, что, как бы, в условиях, там, военного времени и воюющего государства, наверное, там, понятно, что, как бы, сотрудничество с государством практически невозможно, да, и здесь я, наверное, это, мне кажется, вторая часть вопроса, попробую коротко на него ответить и закончить, да, значит, как бы, как бы, сотрудничество или апеллирование государства, например, да, понятно, что многие вещи, как бы, государство отвечает за разные вещи, просто потому, что оно, ну, как бы, обладает силой, властью принятия тех или иных решений, поэтому, как бы, апеллирование государства, это одна история, участие, там, каких-то общественных советах или, там, каких-то еще мероприятиях с государством, да, наверное, безусловно, я не вижу в этом смысле, Но я, честно говоря, если про себя буду говорить, например, примерно с года 2013-го утерял интерес к взаимодействию какому-то с государством или с государственными представителями или органами, и стал заниматься поддержкой низового экологического активизма. Потому что как раз выстраивание отношений с обществом и поддержка, собственно, people power, силы общества, это то, во что, мне кажется, нужно вкладываться. Вот примерно с 2013-го года я особо и не взаимодействую с государством. Но есть те коллеги, которые считают, что какую-то конкретную экологическую проблему невозможно решить без апеллирования государства, например. И я с уважением отношусь к тем, кто затыкает нос и идет коммуницировать, чтобы сохранить какой-то ценный кусок, например, биоразнообразный, или что-то еще. Тогда давайте сначала Александр, а потом Мария. Можно, конечно, дебатировать. Этим вопросом, да, и по поводу того, что вот экологи там защищают свои права в государстве, в которых там вообще уже ничего не осталось, там конституция не осталась, не то что каких-то прав. Но они защищают свои права. Там, ну, уже даже не перечислить того, что там произошло. Просто все разрушили. Но остались группы, которые идут и защищают свои права. Ну, ладно, я не буду, просто я вам хочу ответить на тот вопрос, который задал, я не знаю, кто-то из коллег, которые сидящим в зале. По поводу того, что государство было преступно и до войны. Да, это тенденция, это направление мы видели. Мы видели эту тенденцию, это направление с тех пор, как появился так называемый грезидент, которого сейчас не признает никто. И тогда между правозащитниками, я тогда был как раз в среде великих правозащитников, которых уже вживых нету, поскольку это был 2000 год, и в 2000 году закончилось так называемое дело Никитина. Вот. И мы дебатировали, что дальше, и как дальше. И мы видели эту тенденцию шаг за шагом. И видели, что было в 2012 году. Но пришла точка невозврата. Вот мы все надеялись, мы все пытались там что-то сделать. Мы пытались там, многие экологи, там, например, во главе с Яблоковым, да, они пытались политическими методами, они пытались построить политическую партию. Они хотели сделать какие-то шаги чисто в политическом плане, потому что я согласен был с Яблоковым, что экология это все-таки политика. И для того, чтобы решать экологические вопросы, глобальные экологические вопросы, не вопросы там, допустим, отстаивания своего мусорки возле своего дома. Для того, чтобы решать эти вопросы, это нужны политические ресурсы. И пытались этим заниматься, и шли. И да, сейчас можно сказать, что это все было бесполезно. Потому что в феврале 2022 года это была точка невозврата. И после точки невозврата надо было принимать решения. Или и дальше делать вид, что ничего не произошло, и пытаться вот тут, как сейчас Виталий рассказал, как они активизируют, как они активны и так далее. Или принять какие-то другие решения. Вот, собственно говоря, такое мнение по поводу того, что происходило с государством. Да, государство шло к этому, к чему пришло. И в ближайшие 15-20 лет оно никуда не вернется. И я не знаю, может быть, кто-то из вас до этого доживет, но я вряд ли уже доживу. Вот такая глупостная история. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, Александр немного в своем выступлении коснулся и моей статьи. Что ж, я считаю, что самое главное для нас пока что не, как говорится, не плакать, не смеяться, а понимать. И если такие вещи, как обращение к воюющим в Украине на российской стороне военному существуют, надо их отмечать тоже и отмечать в качестве одного из новых приемов. Успешный. Там трудно измерять успешность экологических движений. Но в чем, существенно, в чем сила и слабость незавыких экологических движений, так в том, что они не могут существовать, в принципе, не могут создавать вот эту незавую политику, если они говорят непопулярные вещи. То есть, другими словами, да, если экологические активисты и сторони, и лидеры экологических движений обращаются к таким методам и пробегают к такой риторике, значит, она популярна. И это надо тоже отмечать и надо хорошо себе представлять, с чем мы имеем дело, с кем, с чем. В свою очередь, я не слишком разделяю оптимизм Италия о том, что это становление новой гражданственности. Ну, сейчас на примере того же башкирского движения мы видим, как, можно сказать, большое национально-экологическое движение и учится на горьком опыте, его, собственно, учат и всех остальных тому, где границы этих гражданских притязаний. И несмотря на то, что тренировка какая-то существует, люди могут довольно мало, потому что им мало позволяют. Может быть, может быть. Это может несколько измениться при смене режима, при появлении нового окна политических возможностей. Но экологические движения — это часть политики в более широком смысле. И без изменений в российской политике в широком смысле невозможно и изменения в характере экологических движений. Спасибо. У вас был вопрос. Держите его перед собой, но не слишком близко. Спасибо. Я, мне трудно назвать российским экологом, потому что я в Берлине три года, и три года я беженка, я биолог из Новосибирска, а в том числе интересовалась проблемами экологии по характеру деятельности. Вот. Но сидел в тюрьме не из-за экологии. Всегда полтора года просидел здесь, беженка. Я немецкий эколог сейчас. То есть, это организация ЛИФ, может быть, слышали. Она занимается как образовательными, так и частными экологическими проектами. Образованием, политикой, то есть, там, разными направлениями. И меня, как немецкого эколога, в частности, очень интересует исследование Арктики. Вот такой вот узкоспециальный вопрос. И ознакомившись сейчас с дискуссией, я понимаю, что людям... То есть, меня интересует исследование, как проходит глобальное потепление, как изменяются виды растительности. Особенно генетические особенности новых популяций, которые там появляются в растительных. Характер миграции, там, птицы, поведение морских млекопитающих и прочих животных. То есть, меня интересует все, как происходит глобальное потепление в Арктике. И этот вопрос, на этот вопрос, к сожалению, может ответить только Россия. И организовать какие-то экспедиции, возможно, только с какого-то согласия, ну, не содействия, но хотя бы согласия органам государственной власти, с ними надо взаимодействовать. То есть, чтобы они там не высылали, потому что местное население севера российского, к сожалению, очень малочислено. Ну, и, в частности, мне кажется, это малая эколога. То есть, эти уколки должны приехать, их не должны отправить в Москву первым же самолетом из ближайшего крупного города. То есть, как-то взаимодействовать придется. Ну, и тоже хотелось бы высказаться о том, что это, безусловно, экология, это политический вопрос. То есть, это не начальная фаза становления политики, это не вопрос будущего, это вопрос прав человека. Поскольку это право человека на благоприятную окружающую среду. И когда человек понимает, что у него есть права, он, в частности, начинает задумываться, что есть права у украинцев, чтобы на них бомбы не летели. Есть права там у ЛГБТ-сообщества, чтобы их там людьми считали. То есть, задумывается вообще о разных правах, которые есть. Безусловно, политика, поскольку это еще и экономические последствия зеленой политики и социальные соответствия. Ну, вот так вот. Спасибо. Спасибо. А хотелось бы просто подробнее понять, как сейчас происходят арктические исследования, кто этим занимается, с кем можно поговорить. И что вообще... Как вас зовут, извините. Меня Анастасия зовут. Анастасия, да. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо за комментарий, за высказанные вопросы. Я сразу хочу выдать наш предыдущий выпуск, который как раз вопросам Арктики был посвящен. Там на многие из тех вопросов, которые вы озвучиваете, содержатся, по крайней мере, частичные ответы. У нас там, в частности, интервью с немецкими исследователями Арктики, которые говорят, а что сейчас в России. Там мы анализ того, что в России с точки зрения изменения климата в Арктике происходит. Мы не понимаем ничего. Пока обмена действительно очень мало. Совместные экспедиции прекратились, обмен данными прекратились, доступ к данным научным, опять-таки, перерезом с обеих сторон. Что я могу сказать? У меня, как я думаю, у многих здесь присутствующих, до сих пор сохранялись большие личные контакты исследователей Арктики в России. Да, институт АНИП, да, опять-таки, институт Арктики Антарктики, Росгидромет, какие-то еще структуры. Если вам нужны прямые контакты, как сказать, активных ученых, адекватных, по всем позициям, в их личной, как сказать, капа сети, в их личной функции, то я буду рада поделиться этими контактами. Спасибо огромное. Вот именно этот... Да, я буду рада поделиться. И плюс, опять-таки, я сказала, в этом выпуске действительно на многие вопросы, которые вы подняли, есть, по крайней мере, не полные ответы, но разъяснение их. Потому что сейчас очень часто действительно тяжело делать какие-то полноценные ответы. Мы просто не можем говорить не об одном вопросе, а прогнозе о глобальном протеплении, пока мы не понимаем, что происходит семью квадратно, миллионами квадратных километров, вешивая минута золотой партии. Даже это. И мы не понимаем ни скорость, ни особенности процесса. Почему мы это говорим? Спасибо. Спасибо, Анастасия. Так, друзья, еще вопросы, комментарии. Так, держите. Одну руку, да. Да, я хотела как раз... Дальше. Я как раз хотела вот у Виталия спросить про то, что ты говорила про победы, да, и есть ли вообще, можно ли отследить, на какие уступки, например, да, чиновники, какие-то институциональные структуры государственные в России идут, и на какие нет, вот по этим победам. Или это нет никакой тенденции, или она есть, и как вообще, вот какие практики и методы используют группы в экологическом законодательстве, чтобы приходить к каким-то вот победам, и, может быть, даже интереснее, где есть поражение, и тоже понятно ли, почему это происходит. Спасибо. Да, сразу. Так, ну, может, прям практики, и тут как бы все, как бы экологические вопросы, насколько сложные, комплексные, специфичные, что каждую историю нужно рассматривать отдельно, и в том числе методы, которыми можно решать разные. Но, наверное, как бы успех обычно происходит там, где есть сочетание разных методов, сочетание разных подходов. Там вот, например, тот же Шиес, как мне кажется, во многом тоже имел успех, потому что это не просто, как может быть казалось, внешне вот низовой какой-то протест возмущенных людей, да, там довольно активные в Архангельской республике Коми, где, собственно, на границе двух регионов находилась эта точка, в Архангельской области, которые много лет работали, экологическая организация, организация праздничного общества, которые много лет работали в этих регионах, да. Собственно, как бы их экспертная организационная поддержка, собственно, от этого низомого возмущения, да, и вот этот подход с обеих сторон, например, да, или даже больше, чем за зло, он дает некий кругу успех. То есть, наверное, нужны те, кто будут не взаимодействовать с властью, и заниматься протестом, те, кто будут взаимодействовать с властью, там, условно, добровольного полицейского, где просто разница методов, при этом координация своих действий, да, потому что, к сожалению, там, как бы, гражданское общество российское является отражением, там, может быть, лучших представителей, но все-таки российского общества, которое атомизировано, которое не доверяет друг другу, так и представители гражданского общества во многом друг другу не доверяют, или не очень координируются с друг другом и прочее, да. В принципе, мы, где же, как бы, представители, отражатели того общества, с которого мы, как бы, вышли, да, и которые мы представляем или пытаемся представлять. В этом смысле, конечно, эти все координационные процессы очень сложны. Это, скорее, наверное, как бы ключик успеха в том, чтобы, как бы, координировать методы и разные углы, как бы, воздействия. Вот, что касается того, где получается, где нет, я бы сказал, опять же, всегда очень много нюансов, потому что регионы обучаются, где-то совсем какой-то безбашенный дегерматор, куда пишет шеи, из федерального центра вообще не реагирующие на местную полезку, где-то более реагирующие национальные республики. Отдельная история, там, например, тот же Башкортостан, где права кленного, как бы, фактически, как права кленного народа, да, и экологические права очень плотно приобретены, например, да, эти вопросы земельные, культурные, да, вот, и там, действительно, ну, как бы, вот, другая история, и мы, соответственно, видим, где-то, например, да, вот, и другая реакция, в том числе, да, на протестское помещение там, вот, но в целом, я бы сказал, думаю, как бы, примерно, как бы, понятно, что все зависит, как бы, давление и сопротивление, да, насколько организовано общество, насколько местные активисты активно сопротивляются, насколько обладают поддержкой широких слоев населения, вокруг инициативной группы, например, да, это все влияет, но я бы сказал, подразделом является, как бы, является ли это, там, проблема, интересант, да, из-за которого возникла экологическая проблема, там, локальным, региональным, там, чиновникам, бизнесменам, например, да, или он является фиберальным чиновником, другом Путина, да, и это какой-то проект, который, там, отдан на, вот, условно, как бы, близкий круг, близкий круг, например, да, там, невозможно, ну, как, примерно, ничего, того, то есть, как бы, там, понятно, что, там, какой-то, какая-то территория, какой-то объект просто-вознаграмления, там, как бы, как бы, шансов практически никаких, да, безусловно, нет, если это региональная история, да, или локальная история, там, интересом является мэр, и губернатор, и, там, местный прокурор, да, там, вопрос, собственно, баланса, баланса сил, как бы, любая борьба, да, опять же, если мы не говорим, там, про эвитарский активизм, да, именно, как бы, про борьбу за щеку прав, своих, глобальных, природы, или чем-то еще, да, то это, это баланс, естественно, насколько вы мобилизовали своих сторонних, насколько вы высветили интересам, создали им проблемы, медийно, санкционно, еще как-то, да, и насколько, с той стороны, влиятельным является человек, то есть, там, 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 многое возможно зависит от организации. А можно вопрос... Микрофон, как я сейчас? Ну, просто интересно, а какая динамика, может быть, вы отслеживали, ну, допустим, вот, я поясню на примере, вот, есть Норильск, город, да, Норильский Никель, то есть, ну, загрязняет окружающую среду, мягко скажем, а вот, когда началась война, санкции, и господин Потанин сейчас гораздо более свободно себя чувствует, то есть, хотя он, в принципе, возможности у него были широкие, но, тем не менее, он был чувствительный к критике. А насколько он чувствительный сейчас к критике с началом войны? То есть, не ждет ли нас, там, экологические катастрофы на таких крупных предприятиях? Сложно. Мне кажется, что там, не знаю, это... Ну, ты скажи, я там добавлю еще. Мне кажется, что у Никеля много довольно проблем, и, как бы, ЕДО-1 было, и проблемы с коренным народом, потому что, кроме Норильска, есть еще форманская область, которая делает народным, как бы, там тоже есть предприятие, проблемы с коренными народами, потому что, опять же, это другая уже тема, да, но там, о Никель сейчас в большом спросе, переход на «зеленую» или «зеленую» в кавычках экономику, да, и запрос на Никель. В этом смысле, мне кажется, мы родились все очень хорошо, вот. Вот, ну, это как раз та история, где очень сложно повлиять, потому что... Ну, там было сложно повлиять, но, тем не менее, Полтанин, он был чувствительным в критике, то есть, он не хотел выносить на обсуждение проблемы ему предприятия, то, что он загрязняет и окружающийся. Ой, это то, что я знаю, я вам буду сказать, это то, что я называю, как бы, затягивание, урушение диалога. Русан, например, так же действует, когда вам говорят, ну, собственно, как бы, да, вот, особенно те, кто участвует в различных экологических рейтингах, ИСЖ и прочего, куда, да, это вот, значит, ваш залог очень важен для нас, давайте разговаривать, садитесь за стол, наш баланс сил не равен, мы вас послушаем, мы создадим рабочую группу, мы будем с вами обсуждать. Ну, это вот европейский подход, как бы, европейских компаний очень многие, да, которые тоже создают довольно большие проблемы, ну, в том, что здесь в Европе, и они идеализируют ни в коем случае, да, то, что происходит здесь, например, тоже, ну, не буду углубляться, отдельный большой разговор, да, в этом смысле, ну, как бы, видимость, видимость чувствительности, видимость диалога, да, создаётся такими компаниями, реально, ну, очень мало. Ну, если сейчас произойдёт серьёзная экологическая катастрофа, на каком же новой лекаре, но об этом и знают, или нет? Сложно, но по зависимости какая. Я думаю, что, можно, вот, я чуть-чуть добавлю предыдущие вопросы на этот. Поправьте меня, коллеги, если это не так, но мне казалось, что даже в годы, когда экологическое движение было почти в каждом регионе, в Норильске его не было. Норильске его не было. И его не было по целому ряду причин, и потому что там очень задавленное какое-то население, а я думаю, что, может быть, Норильске действительно один из тех регионов, где смычка экономического развития зарплат и загрязнения был наиболее силён, да, потому что все так или иначе работают на, ну, на предприятии одной компании, там несколько было заводов, кстати, сам загрязняющий завод, он наиболее закрыл, кстати, в применении, несколько лет назад, это ещё где-то 19-20-е годы в Норильске, он закрыл самый загрязняющий завод. Это был тоже, как бы, такой интересный тренд, да, в том числе в рамках того, чтобы, ну, международную репутацию показать, то есть завод, на котором там оборудование было в далеком советском времени, был закрыт. Экологического протеста не было там, не было. Мы тоже все удивлялись, меня тоже есть, международные коллеги с ними спрашивали, почему, нет. А теперь по ходу санкций. Санкция санкций очень непроста, они все не под такими прямыми санкциями, как нефть и газ, и совсем близкие, друзья, очень многим металлоги повели себя очень по-умному. Я сейчас, у меня не по всем компаниям статистика, но кто-то вообще вывел формальные юридические лица в Казахстан, ещё где-то, кто-то разделил производство, кто-то ушёл из совета директоров с тем, чтобы я под санкциями, а компания не под санкцией. В общем, там очень, всё, вкратце, всё сложно. Поэтому металлогический сектор не под таким прямым упором, под таким прямым, так сказать, огнём, как нефтегазовый. Плюс тот факт, который, Вася... Виталий, это ты, Вася, не было звать. Виталий, видите, мы с Виталием знакомы уже тысячи лет. Металлы сейчас нужны очень миру, очень нужны миру. Это как бы нефть и газ, все уже научились закупать в каких-то других местах, ну или там, через кремлеры поставщиков. Никель, и в Нальске не только никель производят, а ещё целый ряд других металлов, это нужный, мировой, новый, мировой, быстро развивающийся экономики металлов. Поэтому там тоже, как бы, со стороны вводящих санкций больше осторожности. А по поводу того, узнаем, не узнаем, но вот действительно, как бы, самое грязное предприятие было закрыто. Вот то, что прям что-то у них там резко рванёт, всё-таки, кстати, это не АЭС. У них это предприятие, да, ну, там, как сказать, мы большого одного взрыва не ожидаем, там, как бы, идущие выбросы, да, ну, такие. А если прям совсем не какое-то превышение, я думаю, что довольно быстро дойдёт до каких-то международных улавливательных систем, тоже Норвегии или, там, как бы, артических территориях США, мы об этом узнаем. Но опять-таки, исходя из, как сказать, технологии процесса, как я его понимаю, это не то, что АЭС взорвётся, да, это всё-таки производство работающее, в котором, конечно, есть нагрязняющие вещества, но это прям не совсем ядовитые вещества, которые прямо ужасовались, да. Ну, вот так вот. Ну, это моё понимание вопроса, может, кто-то скажет. Есть ещё спутниковое наблюдение, где-то можно добавить. Ну, а спутниковый улавливает, например, все показатели. По каким они показателям работают? А если вот происходит, как это произошло с ЮАРом, тарицкого никеля, то мы сразу же увидели, что река ближайшая окрасилась с другой сверху, со спутниковым. Вот это да, это будет хорошо, да, да, да. И спутниковый сейчас всё больше и больше совершенствуется, улучшается, и вот это, кстати, да, тоже очень хороший вопрос. Спасибо. Так, друзья, ещё вопросы, комментарии, так же. У меня сложилось такое впечатление, что вот в экологическом движении немножко с таким отставанием во времени процессы происходят, которые в целом вот в политической среде российской были, потому что тоже от такого глобального желания улучшить ситуацию, перешли, ну, когда поняли, что сил не хватает, очень многие организации, активисты перешли вот к локальным, ну, в политике малых дел, да, там, или вот к каким-то локальным задачам, то есть давайте улучшим там жизнь у себя на районе, или там не можем создать политическую партию, которая бы победила Единой Россию, давайте умно проголосуем за КПРФ, вот. И, к сожалению, вот если в целом брать политику, то эта логика проиграла, то есть мы вот ушли в эти малые дела, надеялись, что так ситуация изменится, и опять вернемся в большие дела, а в итоге получили фашизм с большой войной, и там половина политических активистов уехала из страны. И мне кажется, ну, вот если переводить это в плоскость экологии, риск точно такой же есть, то есть тоже экологические активисты ушли от идеи, да, что, возможно, повлиять на это государство глобально, перешли на локальные задачи, но мы видим риски, опять-таки, больших экологических катастроф, да, мы уже видим кейс Херсонской ГРС, которую взорвали, мы видим ситуацию с Запорожской АЭС, которая как бы, ну, гадаем, да, случится с ней что-то или не случится, то есть мы видим, как прорывают дамбы, это тоже потому, что, ну, у государства пропадает интерес там к инфраструктурным проектам, да, ремонтировать их и поддерживать. Вот. Ну, и отчасти риски очень большие и страшные, как будто ситуация только ухудшается, но, с другой стороны, мы не очень понимаем рациональность этого государства, потому что, с одной стороны, ну, наверное, все думали, что, ну, как-то мы представляли, как это вот государство, как эти люди, да, там, или организации думают, но мы, наоборот, наверное, представляли, что вот войны с Украиной полномасштабной никогда не будет, да, вроде бы это казалось глобально рационально. А потом, когда война случилась, нам казалось, что, ну, вот сейчас экономика разрушится, а получилось, что вот эти люди как-то так думают, что войну они могут начать, а при этом экономику они смогли, ну, поддержать, и, да, там, выровнять. Вот. И поэтому такой вот мой большой спич длинный к вопросу, вот, как у, наверное, может быть, у меня интересное мнение всех четырех экспертов, настолько вам рациональна, и, как вы понимаете, вот логику государства в его экологической политике. Потому что, с одной стороны, ну, то есть, как я сказал, могут быть наплевательства, да, и вот, там, не знаю, но снова проводить испытания атомного оружия, да, или действительно так наплевать на инфраструктуру, что снова в России какая-нибудь грязь прорвется. Ну, это возможно. А вот с другой, возможно, они рационально подходят к экологии, и, там, зря переживаем. А у вас вопрос к кому-то и, в принципе, ко всем. Лучше ко всем, да. Лучше ко всем. Окей. Да, это, конечно, очень широкий вопрос. Но и про государство в целом, и про экологических активистов в целом. Вопрос больше всего про государство, про экологическую политику государства. Насколько она рациональная? Ну, государство, как и среди экологических активистов, в государстве есть разные уровни принятия решений и разные степени рациональности. Мне кажется, да, в России уже очень много лет диктатура, и в диктатуре основные решения на высшем уровне, они принимаются, исходя не из рациональной логики. Если спускаться ниже и говорить о том, насколько рационально государство обращается с экологическими требованиями, ну, тут много, конечно, факторов, много факторов экономической рациональности. Вот как мне метко сказали коллеги из «Активатики», которые, кстати, много писали о победах, в том числе, экологических движений. Если на кону большие деньги, ну, большие деньги какого-то спорного экологического проекта, то шансов движения очень мало. С другой стороны, если интересанты не какие-то друзья Путина и не совсем самые высшие олигархи, и на кону нет очень больших деньги, то какое-то серьёзное возмущение среди граждан действительно влияет. Ну, я не могу доказать это на цифрах, но у нескольких редакторов и в региональных изданиях и у «Активатики» в принципе сложилось впечатление, что власти стараются после начала войны поменьше бесить людей, грубо говоря, и когда ставки не слишком велики, ну, как, например, в Москве, это, в Москве это явно большие деньги на какую-то модернизацию. Если ставка не то, чтобы большие деньги и люди действительно выходят, то у них достаточно большой шанс сейчас победить. Ну, конечно, основные решения принимаются, самое главное, принимаются этажом выше, и, возможно, это даже не совсем наша компетенция говорить о том, какова рациональность именно высших российских властей. То есть мы не можем сказать, что есть проработанная экологическая политика, и они ей следуют. То есть на уровне это локально-нормативных актов, министерства условно есть, да, и есть федеральные агентства, которые экологическими вопросами занимаются. Сейчас, может быть, Даня, хочешь что-то есть сначала? Да, давайте это, кто меня добавил. Я бы сказал, ну, как бы, совсем коротко, то, как мне кажется, что экологическая политика государства нерациональна, и более того, как бы, коллеги говорят, что она все менее компетентна, потому что специалисты, ну, собственно, как в любой, да, авторитарной системе, специалисты оттуда вымываются, выдавливаются и прочее. Вот, и, как бы, и, соответственно, как бы, ни люди, ни окружающие среда не являются приоритетом для этого государства, ну, собственно, как бы не сюрпризный для кого, наверное, здесь, да, если это не угрожает стабильности системы. То есть, если происходит какая-то, не знаю, условно, нового штаба, например, да, там, или ШИИС, или какая-то авария, которая вызывает, там, недовольство, не каждая авария может вызвать недовольство большого количества населения, например, да, вот, если этого не происходит, то, собственно, как бы, благополучие население, благополучие окружающие следы для будущих поколений и чего-то еще, понятно, что не приоритет. У этого, как бы, у этой власти есть совершенно очевидный приоритет, даже, как бы, главный, мне кажется, не война, а удержание себя у власти, например, да, искать, как бы, война – это способ, наверное, я бы сказал. Вот, и, как бы, все, что не направлено на эту рациональность, да, и, как бы, не исходит из этой рациональности, все, все, как бы, вторично, это, как бы, из-за коротка. Если говорить про вообще экологическую политику, то, как бы, как бы, упомянутый, в том числе, здесь академик Яблоков, активист, да, ввел такой термин, как деэкологизация, это планомерное ослабление экологического законодательства. И, в принципе, мы в экологическом сообществе говорим, что этот процесс происходил, когда начался не в 22-м году, он начался, там, ну, примерно, с 2000-го года, когда одним из своих первых указов президент Путин ликвидировал Госком экологии, Государственный комитет по окружающей среде, орган, ну, как бы, один, единый орган по окружающей среде. И с тех пор, там, с каждым годом, с разной интенсивностью, регулярностью, различные экологические стандарты ослаблялись постоянно, возможности общественного участия ослаблялись постоянно, возможность, там, экологической экспертизы и прочего ослаблялась, да. Понятно, что изначально, опять же говоря, про рациональность, это все было в угоду, там, экономическим мерам, там, кризис восьмого года, санкции четырнадцатого года, из-за аннекции Крыма ковид, новые санкции, да. И вот, собственно, как бы, если мы, опять же, возвращаемся, да, гурналы, говорим про отчеты 22-го года, да, вот первые, одни из первых инициатив, которые мы видели от РСПП, да, это мараторин, проверки, значит, опять же, ослабление нормативов, то есть, вот, собственно, эта политика, которая, ну, как бы, тут соглашаюсь, да, с 2000-го года, примерно, это все вот идет в эту сторону, вот, собственно, государственная политика. Сейчас мы находимся, ну, я даже думаю, что не на глюминации, если мы смотрим в другую сторону, как бы, просто пробиваем новые... новые дно, нища, вот, и будем, наверное, пробивать еще, как бы, мы не первая авторитарная страна, которая, в том числе, развязывает войну, и, как бы, в мире таких много, ну, как бы, разве что с ядренным оружием, ну, как бы, если взять глобально, на самом деле, как бы, да, как бы, еще есть куда скатываться, и будем туда двигаться. И я просто, может быть, еще одну просто вещь скажу, может быть, кажется, что я прям вот считаю, что с экологическим движением все отлично, и все, как бы, будет прекрасно, но на самом деле нет, ну, просто, как бы, как бы, я говорю, находясь в контексте, понятно, что, как бы, ну, воюющее государство, репрессии нарастают, наверняка будут нарастают, просто, как бы, в этих условиях какие-то экологические активисты внудряются что-то делать, то есть, как бы, вот это меня действительно восхищает, удивляет и позволяет, воодушевляет на действия продолжать поддержку тех, кто, как бы, продолжает это делать, да, понятно, что мы не находимся в каком-то, каком-то идеальной картинке, где экологическое движение цветет и пухнет, да, я не знаю, хорошее лето, да, вот, ну, в общем, в общем, как бы, мы находимся действительно, как бы, в плохой ситуации, и она будет ухудшаться, и мы, как бы, скатываемся вниз, но даже в этой ситуации удается что-то делать, то есть, как бы, я в этом смысле не просто говорю, что все прекрасно, а я просто в этой ужасной ситуации пытаюсь находить какие-то условные, как бы, окна возможностей для какого-то коллективного действия, даже если мы просто, даже, сузимся не на решении каких-то конкретных экологических проблем, а просто опыт коллективного действия и выживания большого количества людей в стране, которая, там, ну, те, кто не поддерживают режим, фактически тоже находятся в состоянии оккупации какого-то, да, как бы, можно сказать, да, вот, и как бы они в эти условия умудряются, в том числе, совершать какое-то коллективное действие, и чего-то добиваться. Ну, да, действительно, это дает мне, как бы, надежду, что какое-то количество лет еще это общество может продержаться, наверное, да. Вот, простите. Не-не-не, мне кажется, очень хорошо, и ты, и Маша все озвучил, я, может, добавлю буквально несколько, как бы, парочку каких-то еще своих наблюдений. Я вот, ну, понятно, что, как бы, вот сейчас там война, ужас, так сказать, вертикальная система принятия решений по всему, что касается войны и внешней политики, но по очень многим другим таким элементам внутренней политики такой вертикальной системы все-таки нет. Мне кажется, до сих пор нет. И очень часто есть довольно много игроков, которые принимают какие-то самостоятельные решения, основываясь на разной мотивации. Вот, например, очень многие партии, политики до сих пор считают, что экология такая нейтральная тема, и если где-то есть протесты, его поддержать, то это будет хорошо для политической карьеры. Вот есть такое, во многих регионах есть, вот как бы мы это видим. И даже очень многие, например, какие-то там прогласные авторы телеграм-каналов, блогеры пишут часто, что вот экологию, вы не додавите, ее лучше инструментализировать, ее лучше по-умному использовать, а посмотреть, какие темы работают в населении, заняться этим темой, показать свой интерес, использовать в своей политической карьере. То есть кто-то, например, пытается этим, ну, какие-то себе политические очки зарабатывать, и у нас, конечно, это все звучит каким-то вообще диким бредом, но такой, с внутренней логики, такая история есть. Или, например, у очень многих регулирующих органов, мне кажется, до сих пор есть такой тренд, использовать экологию как метод из бизнеса побольше денег выключить. Тоже такой есть тренд. То есть с одной стороны, как бы бизнес, то есть это такая немножко, как, ну, война всех против всех, да, в какой-то момент становится. То есть с одной стороны бизнес крупный любит говорить, нет, а мы ничего не хотим, ни за что платить, ни за что отчитываться, мы вообще так страдаем из-за санкций. А с другой стороны, государство понимает, что за счет экологических требований можно больше платежей в бюджет собрать, да, федеральный, который тоже на что-то пойдет. То есть много разных мотиваций. Иногда вот как бы глубоко в этом разбираться и копаться, грустно, но полезно. Вот я с Марией соглашусь наблюдать. Но участвовать еще лучше. Вот так. Ну, у всех разная функция. Кто-то наблюдает, кто-то рассказывает, кто-то анализирует, кто-то участвует. Да, вот как бы такое биоразнообразие акторов. Александр, есть у вас еще какой-то комментарий по этому вопросу? Вы знаете, честно говоря, не хочу я рассуждать на эту тему, потому что мы много занимались экологической политикой, как она была устроена и как она продвигалась. Это мы наблюдали и участвовали в этом. Но мне кажется, что с февраля 22-го года это все очень сильно поменялось. И экология стала одна из таких безобидных, может быть, протестных или каких-то, может быть, непротестных акций. То есть власть рассуждает так. Пусть лучше они протестуют против какой-нибудь мусорки, чем они будут протестовать против войны. Вот если там нету тех, которые протестуют против войны и против Путина, значит, а только против экологии, ну, как говорят в Украине, нехай буде. Поэтому тут очень сложно сейчас какие-то политические, оценивать какие-то политические акции и какие-то действия. Но дело в том, что люди, которые, экологи я имею в виду, ну, те, которых, по крайней мере, я знаю и считаю достаточно компетентными, и образованными, они должны понимать, на кого они играют, за кого они играют и на чьей стороне они. То, что они делают, можно, конечно, представлять, как борьба за экологию, но немножко надо шире смотреть. Вот в этой ситуации, понимаете, ситуация сильно поменялась. Это не та ситуация, которая была до февраля 22-го. И поэтому каждый раз, когда ты идешь к губернатору там, или когда, значит, там коллеги из РСС организовывают общие какие-нибудь там дискуссии вместе с властью, они должны понимать, как пахнет эта власть, сидящая рядом. Вот я о чем. А они не понимают этого. Им все равно, какой запах от них. Им все равно, кому руку подавать и кому руку пожимать. Вот это вот политика сегодняшняя, экологическая политика. Вот такая она есть. А там протесты, там, ну, пусть попротестуют, там, ладно, там, значит, мы даже мусорку уберем. Вот все. Ну, и, может быть, что-то, как бы, какие-то ремарки перед тем, как мы перейдем в неформальную часть, есть у Виталия еще, Мария? Могу. В смысле, я не знаю, как много людей здесь есть в России, или, наверное, будут смотреть нас люди из России. В общем, хотел сказать, что в той или иной форме есть некое сопротивление, в том числе в России. Понятно, что есть другие темы, но я, в том числе, тратчу свое время именно на поддержку протестного, протестного экологического активизма в России, в первую очередь. Поэтому, если у вас есть возможность участвовать, находясь в России, поддерживать тех, кто продолжает что-то делать в России, призываю это делать. Ну, подписываться на канал о полной кризисной группе, мы там иногда пишем о том, как можно поддерживать, регулярно пишем о разных историях преследования, и как можно поддерживать тех, кого преследуют разными тоже инструментами. Вот. Делать это, потому что, мне кажется, люди, которые протестуют в России, продолжают поддерживать хотя бы какое-то более-менее человеческое пространство гражданское. И чем дольше они смогут поддержаться, тем всем нам будет проще в какой-то момент, когда мы сможем вернуться, восстанавливать или что-то еще делать. В общем, короче, просто призыв поддерживать, кроме всего прочего, да, поддерживать в том числе и активистов, экологических активистов, представляющихся в России. Спасибо. Наталья, Маша. Ну, я бы хотела немного поспорить с репликой Александра о том, что после февраля 2022 года, вот, экология стала такой безопасной темой, куда канализируют политику. Извините, но она была такой и раньше. Это не новая ситуация. И это, насколько я вижу, очень серьезно и давно определяет ландшафт низовых движений в России, потому что какие-то политические вопросы поднимать опасно. Это отлично понимают и сами активисты, и граждане, и представители власти, и поэтому более безопасно все оформляют в обертку экологических требований. Не то чтобы совсем на обертку, но экологические требования становятся главными, и где-то за скобками еще более требования каких-то более широких прав. Мне кажется, например, движение в Башкортостане, оно экологическое, оно настолько многочислено, в принципе, потому что движение, какое-то национальное движение там невозможно. Потому что, ну, это просто нельзя, какие-то политические требования про границы и формы национального сопротивления, национального самоопределения там принимать просто нельзя. И все такие национальные организации, они выдавлены за границу России, но поэтому это движение оформляется как национальное, ну, это, ну, точнее, как экологическое. И это, ну, это было достаточно давно, до 22-го года. А, ну, Ая, можно вопрос вот сходить? Давайте финальный вопрос, да, Томитик. А как Вы оцениваете, вот, в связи с недавними событиями, смертью Алексея Навального у нас в России сейчас, насколько я понимаю, большое количество людей, утративших лидеры, какую-то идею, могут ли они примкнуть к экологическому движению, то есть сделать его более массовым и содержать? А с бывшей сторонник Алексея Навального? Мне кажется, в России экологическое движение не централизовано и не объединено до такой степени, чтобы к нему было, к чему примыкать. А вот многое из того, о чем рассказывает Мария, и пишет Мария в этих статьях, как раз вот про эти разрозненные движения, про как бы иногда они объединяются в какие-то сети, иногда нет, но это очень, как бы, маленькие региональные группы очень часто. А создать централизованное невозможно? Я бы сказал, ответив на ваш вопрос, как бы могут ли, или не могут, я бы сказал, могут и должны на самом-то деле, да, но не к какому-то единому, да, действительно какого-то единого движения. И, наверное, мы часто об этом с коллегами говорим, если такое появится, то оно наверняка будет вскоре признано экстремистским, и снова тоже не просуществует. Возможно, как раз сила экологического движения, и часть коллег именно на этом наставит. Как раз в том, что оно не централизовано, оно как бы объединено общими ценностями, действует из разных, как бы, ну, как бы, не централизовано, и, соответственно, как бы, сложнее его подавить. Вот, но если, как бы, ну, опять же, апеллировать к, ну, как бы, вот, в связи, например, да, потому что мы тоже с разными коллегами дефлексировали на, в том числе, пересечении того, что делал Навальный, и его штабов, и его сети, да, они довольно часто поднимали экологическую повестку, в принципе, как, ну, наверное, единственная, такая, как бы, реальная, независимая, низовая политическая сила, они поднимали те вопросы, которые волнуют местных жителей, местных граждан, да, активных. И, соответственно, если там, в Кругане, например, это была добыча урана, там, координатор штаба занимался этой темой, это была его основная повестка, но также в разных других регионах, как бы, да, соответственно, как бы, чтобы быть популярным, это должен поддерживать ту повестку, которая интересует местных жителей, вот, и, соответственно, жители и активисты, понимая, что им нужно решать свою проблему, некоторые считали, что политизация поможет им до какой-то степени, наверное, да, до какого-то этапа, я бы даже сказал, вот, и они обращались очень часто к словам, например, как разным другим силам, как сейчас, за неимением чего-то другого обращаются в Народный фронт, или куда-то еще, например, да, и прочее, да, так же, в принципе, ну, как бы, обращались, и это был такой оболюдный процесс. Вот, и в этом смысле мне как раз скажется, что, видя, и вот, может быть, просто один буквально шаг в сторону к предыдущему вопросу, про то, что экологическая повестка использовалась в пластике, да, безусловно, использовалась, но, как бы, любая повестка используется, власти, оппозиции, нами может использоваться, здесь, собственно, вопрос в том, либо власть переигрывает общество и использует экологическую повестку для выпуска пара, или мы, и тут я как раз говорю, наверное, давайте не говорить ни как сторонние наблюдатели, так, что делает пластик, это что-то делают экологи, а мы здесь где, вот, все мы, да, то есть мы какое-то актерство здесь представляем, мы, как бы, куда нам докладываемся, позволяем власти и политизировать экологическую повестку, и ею размывать и выпускать пара, или мы присоединяемся к экологическим движениям в ваших регионах, в смысле те, кто живут в России, например, да, поддерживаем их своим участием, укрепляем их, позволяем им победить, политизируем их в этом процессе, да, выдвигаем какие-то другие требования, то есть мы, как бы, здесь где, и в этом смысле, ну, вот, как бы, конечно, власть использует экологическую повестку в своих интересах, а мы используем, мы каким-то актором являемся, мы используем экологическую повестку для политизации или нет, а если нет, то почему, как бы, ну, а, наверное, должны также, вот, возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, политические активисты вполне себе могут, как бы, опять же, видя в решении конкретной помойки не цель сохранения экологической системы, а цель вовлечения, политизации, объединения, объединения разных антипомоечных протестов, например, в единый, который, например, в какой-то момент, выскажет требования реформирования, например, мусорной реформы в России, допустим, да, также, как бы, не заявляет это политическое требование смены режима и ухода Путина, а, допустим, как бы, ну, федеральное требование изменения мусорной реформы, например, да, до какой-то степени, ну, то есть, как бы, это же вопрос, политический процесс, и здесь, как бы, я соглашаюсь с теми, что ты говоришь, что экологическая повестка, безусловно, политическая повестка, да, мы, как бы, расширяем свои возможности и свое влияние, или мы, наоборот, как бы, его сгоживаем, ну, короче, понятно. Спасибо. Ну, что, друзья, наше мероприятие подходит к концу, хочу всех поблагодарить, поблагодарить наших выступающих, Виталия, Марию, Александра, поблагодарить наших организаторов, в том числе Никиту за организацию всего процесса, поблагодарить реформам Space за то, что они предоставили такое замечательное место и помогают нам также с видеозаписью мероприятия, поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня пришли, видите, погода была прекрасная, а стала ужасная. А это заставим. Аплодисменты.